Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы будем говорить с вами о старых, добрых, пустых банках на этот раз за месяц февраль. Я прекрасно понимаю, что, наверное, я взялась слишком поздно записывать это видео, потому что уже у нас середина марта, и, наверное, это не так интересно смотреть на пустые банки месяца февраля, но все-таки, мне кажется, иногда лучше рассказать о чем-то поздно, чем никогда. И да, надеюсь, вам понравится сегодняшнее наше видео, в котором я расскажу вам о том, что же я закончила в месяце феврале, здесь будет немножко косметики, и также, ну, большинство, конечно, это будет именно уход. Я обожаю уход сейчас, я, наверное, гораздо больше уделяю внимание своему уходу, я говорю о кремах для тела, о кремах для рук, которые я стала сейчас использовать гораздо-гораздо чаще, чем я использовала их когда-либо. Так что, да, усаживайтесь в подобные, но мы начинаем наше видео о пустых банках за месяц февраль. Поехали! Кстати, я постараюсь, скорее всего, поставить тайм-коды, чтобы вы могли перейти к интересующему вас товару, и не нужно было смотреть целое видео, которое, я думаю, будет в районе 20 минут, поэтому, надеюсь, это облегчит задачу смотреть это видео. Итак, первое, что у меня есть, и что я очень долгое время пыталась доиспользовать, прям месяца два точно, это масло для стайлинга от бренда Paul Mitchell. Я покупала его, когда я ходила в один из любимых моих салонов, в который я не хожу, потому что там не очень хорошо покрасили мне волосы, они стали оранжевыми. Это масло, оно прикольно тем, что оно дает хорошее увлажнение, оно прекрасно делает так, что волосы, я бы сказала, они нормально, хорошо укладываются, но оно может быть немножко жирным, и поэтому иногда, когда я использую его, я нечаянно могу выдавить слишком много этого масла. И тогда, в общем, волосы мои будут, как будто бы я их не мыла неделю, приятно пахнет, как, знаете, такой настоящий, я бы сказала, профессиональный продукт для волос. Мне он нравился, но мне кажется, что с этим маслом я легко перебарщивала с количеством выдавливаемого, и поэтому я была рада поскорее избавиться от этой пустой банки. Я бы, наверное, даже не посоветовала бы его, потому что есть гораздо больше интересных альтернатив вот такому типу средства. А именно среди других масел для стайлинга. Крем, которому у меня очень, знаете, двоякие чувства, потому что вначале, изначально мне он невероятно нравился, потому что у него такой интересный аромат, он пахнет очень дорого, и я его использовала особенно зимой. У меня тут осталось совершенно немножко, и можно понять, что мне он нравился, однако недавно я начала его использовать гораздо чаще, и мой муж, когда я шла спать, он стал замечать такой момент, что от меня очень странно пахло, и он говорит, что это за запах. Мой муж очень легко может унюхать какой-то новый запах, либо из ухода моего за лицом, либо за телом, и вот именно этот крем он забраковал. И потом, после этого, когда я использовала его еще раз и еще раз, я вдруг поняла, что он действительно очень пахнет сильно, и меня это в какой-то момент отпугнуло от этого средства. Хотя крем хороший, потребуется месяца 3 или 4 точно, чтобы использовать его до конца. Это взбитая консистенция крема, он действительно очень приятен на коже, он не как большинство кремов, которые прям, знаете, такие жирные-жирные, как масло ощущается на вашей коже, потому что крем этот у нас на основе органового масла. Забыла сказать, что этот крем у нас с ароматом арбуза, у них есть классический аромат, и, наверное, потому что он с ароматом арбуза, а не с запахом базового органового масла, наверное, поэтому он так прям, знаете, бьет в нос. И да, надо сказать, что мне было безумно приятно пользоваться им в течение, там, 2-3 месяцев, но потом... Знаете, бывает так, что вот вы пользуетесь чем-то, и вы привыкаете, и вам нравится, все хорошо, Но вдруг ваш нос начинает по-другому это средство распознавать, и вам уже неприятен запах. Мне почему-то кажется, что у нас у всех случается так, что меняются предпочтения в плане ароматов, вкусов, и это как раз-таки тот случай. Крем неплохой, но я бы, наверное, если покупать его решилась второй раз, купила бы просто классический аромат. Другой крем, который я все-таки закончила, это гораздо более жирный крем. То есть, если наш предыдущий крем, он был взбитый по своей консистенции, то этот крем, я бы сказала, тяжелее на коже ощущается. И этот крем у нас с ароматом тропических фруктов, с ароматом банана и также ванилью. Это limited edition было, то есть, да, это сейчас уже, наверное, нельзя купить. У него настолько сильный запах, это просто невообразимо. Если вы не любите сильных ароматов, чтобы вы намазались и прямо от вас пахло за километр, то, наверное, этот крем вам не очень понравится. У него действительно очень такая тяжелая текстура, и это можно, наверное, видеть. Мне нравилось им пользоваться, но, опять же, иногда ты пользуешься чем-то, и ты понимаешь, вдруг что тебе надоедает аромат, это ты уже, ну все, невозможно. Это, кстати, бренд HEMPS, это очень популярный американский бренд, у них крема на все вкусы. Именно этот, мне кажется, он слишком ароматизирован, поэтому я рада, что все-таки сумела закончить его. Дальше я закончила шампунь от моего любимого бренда EVA NYC NYC. И этот шампунь, он делает все, он увлажняет, он не делает так, что у вас видны вот эти маленькие волосы, даже когда вы укладываете их, с чем я не согласна, потому что не заметила я такого прям глобального эффекта сглаженных волос. Смельчает волосы, питает их, в общем, все-все-все. И это хороший шампунь, он неплохой. Как и с кремом, в составе этого шампуня имеются кератин и органовое масло. А мне кажется, что я бы не купила его, наверное, еще раз, потому что я не увидела никакого глобального эффекта, но аромат у него прикольный. Здесь, кстати, нет сульфатов, что я всегда очень ценю, когда покупаю шампунь, потому что сульфаты, это, ну, как мне кажется, не очень хорошо для волос, особенно окрашенные. Дальше, что-то из ухода. Эта вещь, эту вещь я покупала в России, по-моему, год назад, и это, понятно, называется 3W Clinic, и это эмульсия, которая должна увлажнять вашу кожу. И это такая формула средства, которая мне не очень близка, если быть честной. Я просто не увидела эффекта, и к тому же, когда у вас комбинированная или жирная кожа, я обладатель комбинированной-жирной кожи, это делает еще большую нагрузку на сальные железы, как мне показалось. Видите, я нанесла это на кожу, это до сих пор не впиталось, то есть это, как, знаете, такой жирный крем для рук, то есть я немножко не поняла это средство. Я сожалею, что купила и везла через почти половину земного шара, если честно. Дальше у меня имеется два маленьких пробника от бренда Believe. Если я не ошибаюсь, я получила эти крема в подарок за покупку, или что-то вроде того, в Сифор, или даже, может, в Алте. Я не увидела такого эффекта, что, посмотрев на свою кожу, особенно, когда я использовала крем с алоэ, он же должен обладать противовоспалительными свойствами, я не увидела ничего, чтобы улучшило качество моей кожи, поэтому я не вижу того, чтобы эти крема работали для меня, хотя, может, для кого-то они и работали. Я сохранила упаковку от маски от бренда Honey Jarrett, у меня была их умывалка, которая у меня, кстати, тоже закончилась. Кстати, где она? Здесь она. Мне очень нравится эта маска, я считаю, что это одна из тех масок, которые делают свое дело. Мне приятно, когда эта маска находится на моей коже, я чувствую, что она работает, и здесь очень много полезных компонентов. Вся продукция Honey Jarrett сделана в Корее, хотя бренд Honey Jarrett вообще находится в США, и он был основан двумя корейскими девушками, что достаточно прикольно. Я бы определенно купила еще парочку таких масок, просто потому что мне понравилось, как это делает мою кожу гораздо более увлажненной и сияющей. Вчера я использовала эти патчи от Water Beauty, они продаются в Sephora. Эти патчи я получала в одной из бьюти-боксов. Надо сказать, что мне всегда нравится их использовать, потому что ощущение, что ты в каком-то, не знаю, спа-салоне, и это патчи, они с золотом. Да, тут есть какая-то частичка золота в этих патчах, и мне нравится, как это все ощущается на лице. Ощущение, что ты такая богатая дама какая-то, которая делает золотые патчи, я не знаю, как это еще объяснит, но, в общем, мне нравится, как они работают, и у меня еще осталось всего лишь две патчечки этих патчей, я их сохраняю на какой-нибудь момент, когда вот я знаю, что мне нужно, чтобы мое лицо выгодило на все 100%. Следующий продукт от Honey Jarrett, это их Валка Clean Whip Cleanser. Надо сказать, что у меня с этим гелем для умывания достаточно такие отношения Love Hey. Иногда я понимаю, что да, это самая лучшая умывалка для лица, иногда я понимаю, что меня раздражает запах этого геля для умывания, потому что чем больше ты пользуешься им, тем больше ты ощущаешь этот аромат розы, то есть он не такой прям, знаете, ух, роза, он достаточно такой минимальный, но при этом, если вы не очень любите аромат розы, то он может вам надоесть со временем. Касаемо того, как работает этот гель для умывания, он работает прекрасно. Это один из тех гелей, которые, когда я использую, я чувствую вот эту, знаете, чистоту до скрипа на своем лице, то есть настолько у меня лицо чистым ощущается, и не так много гелей для умывания дают мне такой эффект, поэтому я весьма-весьма довольна тем, что я купила, и это сделано тоже так же в Корее. И если у них будет какой-нибудь другой аромат этого средства, я определенно буду покупать его, потому что роза, ну давайте будем честны, это не тот запах, не тот аромат, который нравится прямо всем. Конечно, это прикольно, когда у тебя есть розы дома, они прекрасно пахнут, но когда дело касается именно ухода, это достаточно специфический компонент, который, опять же, не каждому по душе. Дальше я закончила маленький пробник от бренда Hanskin, это корейский бренд, он представлен в Alty, и это их масло для очищения пор, то есть оно, в принципе, пригодно и для снятия макияжа, но основной идеей якобы является то, что это способно очистить ваши поры в составе аха-кислоты, и это больше для сухой кожи. Не могу сказать, что у него самая приятная текстура и аромат, он пахнет как хозяйственное мыло, я бы сказала так. Я бы не купила полный размер 100%, потому что, ну, есть гораздо лучшие средства, которые имеют приятный аромат, тем более здесь в этом масле аха-кислоты, и аха-кислоты я предпочитаю все-таки в моем тонере. Крем для рук от By Terry, который попался нам в адвент календаре, до сих пор пользовалась им, вот я закончила этот продукт. Это прикольный крем, опять же, я не очень приношу аромат розы, я пользовалась им пару месяцев, все было отлично, и тут я намазалась им сейчас прямо, и понимаю, что мне не очень импонирует этот аромат, поэтому я рада, что наконец-то я опять закончила что-то из мини-размеров, мне кажется, там даже немножко осталось, но я не хочу больше им пользоваться. Я закончила крем для глаз от Amore Pacific, невероятно дорогой бренд, и это попалось мне в бьюти-боксе Allure, это был как подарок в честь Нового года, по-моему. И каково же было мое удивление, когда я начала видеть дно этой баночки, и я думала, что это, ну, такая достаточно, знаете, глубокая банка, то есть там много крема, но этого крема было настолько мало там, я была в шоке, что это сделано так, чтобы показать, что, о, типа это полная баночка, там много крема, но на самом деле его там столько вместо, допустим, вот такого количества, поэтому я немножко была расстроена, что они так сделали такую, знаете, уловку, что кажется, что у нас здесь полная, но на самом деле там всего лишь столько. Это неплохой крем, мне кажется, кремов де глаз много не бывает, и, как мне кажется, иногда бывает достаточно сложно понять, работает ли крем де глаз или нет. У меня, в принципе, мне кажется, вот эта зона под глазами выглядит всегда более-менее одинаковой. Возможно, мне еще рано использовать крема де глаз, они пока еще ничего не делают, но я всегда считаю, что никогда не рано начать пользоваться хотя бы пару раз в неделю каким-нибудь антиэйджинговым уходом. Дальше другой крем для рук от бренда, который, ау, это что-то вроде Лакутана, если быть честным, это что-то вроде Дюпа, и это попалось мне в бьюти-боксе Ипс, если не ошибаюсь. Это был неплохой крем, и мне кажется, это какой у нас уже второй крем за этот месяц. Мне кажется, можно понять, что я в этом месяце была прям по кремам для рук. И вы знаете, наверное, из всех кремов для рук, которые я использовала в этом месяце, мне понравился именно этот, потому что он не такой жирный, и у него приятный аромат. Что-то из косметики. Это у нас жидкие тени от Эль. Они стоят, по-моему, 5 долларов. И надо сказать, что за 5 долларов вы получаете очень даже хорошее качество. Мне нравился этот цвет безумно. Это у нас цвет называется 30 Birdie. И посмотрите, какой потрясающий универсальный цвет. Он смотрится очень красиво на глазах, как акцент. Можно нанести его на все века, и это будет смотреться очень красиво и дорого. То есть, нет ощущения, что вы используете косметику там бюджетную за 5 долларов. Поэтому этот продукт определенно оправдал свои ожидания. Я рада, что купила это, чтобы понять, что на самом деле не обязательно покупать что-то из люксового сегмента, чтобы увидеть красивое что-то на своих глазах. Иногда в бюджетных марках тоже имеются очень даже хорошие товары. И я думаю, что я бы купила это, возможно, даже еще раз. Настолько мне понравилась формула, и как это все сидит. Крем для тела от Stal de Janeiro. Мне кажется, каждый месяц у меня стабильно появляются в моих пустых баночках вот такие крема в миниатюре. Обожаю аромат этого крема. Он настолько потрясающий, настолько он идеален. Не слишком сладкий, не слишком он интенсивный. Вот прям вау, супер, то, что нужно. Я использовала его до конца. Настолько мне этот крем нравится. Мне кажется, если вы хоть раз попробовали этот крем от Stal de Janeiro, то вы никогда больше не забудете этот аромат. И мне кажется, сколько я и кремов не пробовала в своей жизни, это тот аромат, который ощущается как вторая кожа. Ты пахнешь дорого, мужчинам нравится. Ну, мой муж никогда не говорил, типа, что у тебя на теле. Ему нравится даже этот аромат, поэтому этот крем это волшебство. И я крайне советую пробовать его хотя бы один раз, если вы еще ни разу его не пробовали. Очень классная вещь. Миниатюра увлажняющего крема от бренда Good Molecules. Я извиняюсь, ребята, мне всегда сложно произносить название второго слова в этом бренде. Я не знаю, по какой причине. В общем, хорошая молекула. Это крем увлажняющий с маслом шеи, без силиконов. Крем может использоваться еще и как праймер перед макияжем. Не могу сказать, что это какой-то волшебный крем, потому что я знаю, что многие говорят, ой, Good Molecules, такой классный бренд, у них все классное. Я попробовала бы определенно их крем для глаз с кофеином. Возможно, для комбинированной кожи это слишком жирный крем, потому что здесь все-таки имеется масло ши. Но вполне возможно, что для нормальной кожи или для сухой кожи это будет самое то. Это был забавный маленький тестер попробовать продукт, не покупая полный размер. Дальше у нас имеется большая банка от, опять же, Honey Jarrett. Я напомню, ребят, я покупала много продуктов с их сайта во время Черной пятницы. И вот только сейчас, прошло сколько месяцев, мне все удалось закончить из того, что я купила. Мне понадобилось примерно 3 месяца, чтобы полностью использовать продукт. Продукт мне определенно очень понравился. Смывает макияж очень хорошо. Не очень уверена насчет водостойкого макияжа. С этим, возможно, не так все будет удачно. Но в качестве ежедневного средства для снятия макияжа в душе, где я его использую, это отличный вариант. А я бы, наверное, даже купила его еще раз. Я все-таки закончила скраб для кожи головы от Tokyo Lab. Попала себе это, по-моему, в одном из бьюти-боксов. Это неплохой скраб. На самом деле, он даже, знаете, больше как шампунь. То есть, он сначала как скраб ощущается на ваших руках, на вашей голове. Но потом, чем больше вы начинаете растирать его на ваших волосах, тем больше он ощущается как шампунь. То есть, он пенится даже что-то вроде того. Честно, я не заметила, что кожа моей головы стала гораздо лучше выглядеть или чувствоваться. Мне очень интересно знать, если честно, как ты можешь понять, что скраб для головы, он работает. Становятся ли волосы гораздо более блестящими? Или они не так жирнятся, как раньше? Если вы знаете ответ на этот вопрос, обязательно пишите в комментариях. Мне очень интересно узнать, как мне понять в следующий раз, что это работает. У меня закончился маленький пробник от Estee Lauder. Это их Advanced Net Repairer концентрат. И его, если я не ошибаюсь, нужно наносить именно после сыворотки. Вы знаете, я не увидела какой-то большой разницы, между тем, использовала ли я этот концентрат вместе с сывороткой, или использовала я только просто сыворотку без концентрата. Я не увидела какого-то глобального результата, хоть и использовала его, ну, раз в два-три в неделю вместе с сывороткой. И так как все-таки Estee Lauder и их сыворотка, которая там Night Repair, она больше, если я не ошибаюсь, создана для зрелой кожи. Возможно, именно на зрелой коже это будет гораздо лучше видно. Результат того, как кожа разглаживается, пропадают морщинки и так далее. Дайте мне знать, если вы пробовали что-то из Estee Lauder. Дальше я наконец-то закончила крем от Glam Glow, называется он Bright Eyes. Мне понадобилось где-то около трех месяцев, да, трех месяцев, чтобы до конца использовать этот крем для глаз. Нужно абсолютно немного средства, чтобы нанести его на глаза. Наверное, поэтому я использовала его уже так долго и все никак не могу закончить. Прикол этого крема в том, что он подсвечивает зону вокруг глаз. И это именно тот крем, который я предпочитала использовать именно в дневное время суток, потому что это как раз-таки то время, когда ты хочешь, чтобы лицо выглядело гораздо более свежим, сияло зону вокруг глаз, что как будто бы ты проспала там 10 часов подряд, понимаете? Закончился у меня пробник от Sunday Riley Lactic Acid Treatment. И это средство от Sunday Riley нужно использовать пару раз в неделю, чтобы увидеть эффект. И в общем, что это делает? Это делает вашу кожу гораздо более сияющей. И также оно очень хорошо отшелушивает. Я использовала его пару раз. Каждый раз я ощущала, что это средство щипет мне кожу. И в общем, как-то у меня не пошло с этим средством. И я так полагаю, что всему виной это то, что моя кожа гораздо более чувствительна. Если вы, ребят, пробовали это средство, дайте мне знать, что вы думаете о нем. Было бы очень интересно услышать ваши мнения по поводу этого. И последнее, что у меня осталось, это спрей. Я покупала его, если быть честной, примерно год назад или даже больше. Спрей от Makeup Revolution с... Вы сами знаете, что это. Канадис. Изначально, когда я использовала этот спрей в качестве закрепления своего макияжа, мне нравилось то, как это пахнет, то, как это чувствуется на моем лице. Однако, чем больше я его использовала, тем больше я ощущала какой-то неприятный, непонятный аромат. Допустим, сейчас я его попшикаю на свое лицо и скажу вам, что конкретно меня не устраивало. Я бы сказала, что это запах трав. Вообще, если подумать об этом, в составе этого средства у нас имеется каннабис, соответственно, возможно, если подумать об этом, это все запах каннабиса. Но если это запах каннабиса, то все-таки у разных производителей каннабис пахнет по-разному в их средствах. Это, наверное, один из самых приятных средств для лица с ароматом каннабиса, который я когда-либо пробовала. Этому средству я точно не скажу пока-пока. И вот так выглядели мои пустые баночки за месяц февраль. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на то, чем я пользовалась, что я закончила наконец-то, что мне не понравилось, и я решила это выбросить. Спасибо, что потратили свое время и досмотрели это видео до конца. Я, в свою очередь, желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Я не прощаюсь с вами, ваша Юля. Всем пока! Пока!